Дорогие сестры и матери, дорогие братья и сестры, прихожане Святой Сеобители, престольный праздник сегодня этого храма, который называется Скорбящийский храм, икона Божьей Матери всех скорбящих радостей. Икона – это образ, взирая на который мы телесными очами видим, написанное краской по доске металла или бумаги, а очами сердца слева возносимся к первообразному, к тому, кто изображен, к тому, чей образ отпечатан на иконе, и к тому, чей образ должен быть отпечатан, напечатан в сердце наше. В идеале мы должны смотреть в икону, как в зеркало, потому что в каждом из нас запечатлен божественный образ, у кого-то он втоптан очень глубоко, далеко, что редко вспоминает человек об этом образе, и редко окружающие люди этот образ наблюдают в нем. Но мы призваны к тому, чтобы мы были живыми иконами, мы призваны к тому, чтобы, взирая на образ Иисуса Христа, Господа нашего, и на образ Пресвятой Богородицы, мы видели не что-то внешнее, не что-то чуждое, а мы видели то, что живет того, кто живет в нашем сердце, чтобы действительно икона для нас стала зеркалом, зеркалом нашей души. Но образ, который сегодня мы прославляем, даже несмотря на наше несовершенство и такие греховные, обычные для нас привычки, эта икона, она тоже отчасти является нашим зеркалом, потому что на этом образе изображены люди, стоит Пресвятая Владычица Богородица, а вокруг нее люди, кто-то сагбенный, кто-то на костыликах, кто-то в оборванных лохмотьях, кто-то, украшенный старческими, убеленными, старческими сединами, еле стоящими. Там изображены дети, но не простые дети, а сироты, не имущие родителей, не имущие какой-то опоры в этой жизни. Кто-то и в этих образах, и в этих людях не видит своего отражения, кто-то достаточно крепко стоит на ногах, молод, силен, здоров, не брошен родителями, не обделен судьбой, и вот совсем ничего не видит в этой иконе. Но милости в Господь посылает нам по жизни испытания, что каждый в какой-то момент ощущает вдруг себя сиротой. Каждый чувствует болезнь, болит и нужна помощь. Каждый человек вдруг ощущает себя нищим, либо от дружбы, отношения с людьми, либо от нехватки чего-то в этой жизни. И вот тогда, оказываясь перед этой иконой, мы уже видим отражение себя или какую-то часть себя. И хорошо, если в этом отражении мы увидим, куда обращены все эти скорбящие и обремененные сироты, старцы и убогие люди. Их лица обращены, их руки протянуты к царице неба и земли, к Матери Божьей. Протянуты не просто так, а протянуты в образ того, что от нее утешение, от нее избавление, от нее глад и жажда утоляются, и грещета наполняются. И вот перед этой иконой настоящей, невзирающей, мы учимся, должны учиться. Должны учиться сначала увидеть свою нищету, болезнь, всеродство и убоглость, потом поднять очи к Матери Божьей и увидеть, что источником восполнения всей нашей немощи является ее сын, и она сама. Поэтому вот такая икона, как-то она для всех живущих на земле, является близким, понятным и общим местом. А если еще не является, то Господь посылает нам такие обстоятельства, чтобы мы увидели в Божьей Матери царицу утешительницов, скорбящих и обремененных. Как-то грузь навевается, когда мы говорим скорбященский, храм скорбященский, монастырь, скорбященская обитель, какая-то скорбь, скорбь и скорбь. Но стоит обратить внимание на второе, наименование этой иконы, всех скорбящих радость. И чтобы вот за этой скорби мы не забывали замечать радость, радость, которая источает Матерь Божия, которую мы получаем, когда приходим в ее храм, в храм Божий вообще, в храмы Богородичные, в особый стиль. Сегодня мы вспоминаем икону Божьей Матери всех скорбящих радостей, которая была в XVII веке явлена, прославлена в Москве, когда раба Божия Ефимия, болящая неисцельной язвой в Баку. Что это было за язва? Нам трудно сказать сейчас, какую-то диагноз поставить, но она была очень болезненной и неисцелимой, и к смерти какой-то рабу Божий, сестры Патриарха. И Матерь Божья явилась, ей утешила, сказала, что нужно обратиться с молеблем, в молебль и помолиться перед ее этим образом, которая находилась в храме Преображенском, в Большой Орденке. И язва была исцелена. Сегодня вспоминается икона, которая была по повелению царевны донесена уже в Санкт-Петербург, и там хранилась в часовне. Было чудо явлено, наверное, всем известно, когда часовня, в которой находилась эта икона, подверглась несчастью, как сказали бы на пасти. В нее ударила молния, возник пожар. Когда пожар утих, люди пришли, увидели, что часовня полуразрушена, все, что в ней есть, все сгорело. Разбиты все украшения, кружка церковная разлетелась в щетке. А икона Божьей Матери всех скольбящих радостей, она неврежденная. И даже более того, вот эти грошики, которые находились в кружке церковной, они, 12 грошиков, были разглос... не разлетелись по всей часовне. Они попали на икону и впаялись в нее так, что невозможно было никакой силой отделить их от этой иконы. Матерь Божья принимает милостыни человеческие, всякое даяние от сердца приносимой ей иконы. И от этой иконы начали сливаться утешение сердцам, исцеление телесам, утрепление веры. Мы сегодня вспоминаем эти и многие иные образы, чудотворные, которые по всему лицу нашей земли, в особенности земли, распространенные. Сегодня все храмы, и этот храм, посвященный этому образом, конечно же, сегодня именинник. Если обратить внимание, вокруг обители, Новотихонской, уже в советское время расположились много больниц, и госпиталь, и больница, сейчас не действующая, но Бог даст возродиться скорой помощи, и больница людей, которые сердцем болеют, и иные еще учреждения. Вот это как-то, Матерь Божья, такое ощущение, что как-то вот под свой покров берет людей здесь, в Екатеринбурге, в Свердловске, бывшем, хотя и не помнят, и не обращаются, и не знают, а она все равно берет и как-то вот так, вокруг своей обители, сосредоточила место для исцеления болящих, и не мощных. Я же молитвен, пусть Господь и нас тоже посещает, по-разному разумляет, исцеляет от болезней ума, болезней сердца, а потом уже болезней и нашего тела. Хочется поздравить вот этих сил, и, конечно, сугубо пожелать крепости сил Матушки Давники, чтобы ее любви, ее сердце, ее силы хватало на всех сестер, и на всех сирых прихожан, которые приходят в обитель, и на нас тоже немножечко оставалось. И, конечно же, нельзя не поздравить сегодня всечестного Иерея Виктора, который сегодняшний день в этой обитель родился как пресвитер Церкви Христовой. Дорогой отец Виктор, хочется пожелать вам быть утешителем для всех людей, которые будут к вам приходить, чтобы вот этот образ, который, день памяти которого была совершена, ваша хератония, стал образом вашей жизни, чтобы люди, нуждающиеся, скорбящие, обремененные, которые приходят в Церковь, чтобы они, встречая вас, находили утешение, укрепление, заботу. Ну, а вспоминая икону Божьей Матери с грошиками, чтобы и грошики в вашей семье водились, и чтобы вы раздавали ищебро их приходящим к вам. Спасибо вас, Господь, Матерь Божия. Всех вас с праздником! Субтитры создавал DimaTorzok